Так вот, как бы праздник Ислев для эфиопской общины, тоже праздник перед Ханукой, как-то у них, я не знаю, как они сосчитали, что у них это начался их исход в Израиль, где-то в конце 80-х годов. Поэтому меня привезли, там есть такая школа ОРД, в которой учатся русскоязычные тоже, сот человек. Говорят, ну расскажи им что-нибудь, чтобы могло бы поднять их настроение, что не только у эфиопов есть праздник исхода, вроде бы у нас выходцев из России тоже есть праздник исхода. И говорю, да, конечно, могу рассказать. Ну, во-первых, Кислев, это праздник действительно, кроме Хануки. Я-то хочу, чтобы вот и наша аудитория вне Махонмиера тоже об этом узнала. Был суд над изменниками Родины, как раз в Кислев. Над нами, теми ребятами, которые хотели сделать какую-то акцию в 70-м году, 50 лет назад, уже больше 50 лет назад, которые, чтобы привлечь внимание всего мирового, всей мировой общественности, и особенно евреев во всем мире, к нашему положению. Что мы находимся в Советском Союзе в униженном состоянии, нам не дают учить ничего еврейского, нет возможности жить еврейской жизнью. И все, и хотим, вообще не хотим быть в Советском Союзе. Предприняли эту акцию. И вот нас судили. Значит, поймали нас в аэропорту и судили. Я об этом тоже сейчас расскажу, но я говорю то, что произошло в Кислев, в месяц Кислев. Вот, значит, привезли нас на суд. А на суде было, судили, сидели в зале суда 15 преступников, в кавычках, которых судили за измену Родины. Так они разрешали нам говорить между собой. Обычно в судах есть такая скамья подсудимых, сидят подсудимые вместе. Но тут они боялись, что мы поддерживаем один другого, что у всех задача была раздавить нас морально и духовно. И поэтому было запрещено общаться. Вот так сидишь, с каждым не было никакого скамьи из подсудимых. Вот стул, с двух сторон стоят солдаты. И говорят, если ты хочешь говорить с кем-то, нельзя говорить. Говорить – это поддержка. Тем не менее, один из моих товарищей не испугался, что можно испугаться, если тебя ожидает высшая мера наказания – расстрел. Что может быть больше этого? Накажем. А как накажете? Два расстрела при ГС. Так он обнял меня и говорит – слушай, сегодня второй день Хануки. Кислик на второй день Хануки. Я тогда понял великий смысл того, что наш суд назначен на Хануку. Потому что вообще по первому расписанию нас должны были судить еще в ноябре. Ну и хочется наконец, чтобы приговор никто не хочет получить. Но все это – допросы, следствие, потом сиди, жди, что будет, как решается твоя судьба. Я хочу, чтобы это быстрее кончилось. А чего тянуть? И вдруг – оп! – ноября отменяет. Пишут, что это будет 15 декабря. Думаешь, зачем это надо? И вдруг я понял, зачем это надо, чтобы суд у нас был в Хануку. Потому что, как мы знаем, Ханука – это событие, праздник, в котором произошли великие чудеса с еврейским народом. Удалось победить греческую империю, тогда она была самая сильная в мире. И вот какая-то группа, небольшая группа солдат Хашманаим победили эту греческую армию. Но это не совсем так. В смысле, как бы если разбираться в подробности, сколько там было солдат с их стороны, сколько с нашей стороны. Но это детали. В целом, вот греческая империя завоевала Израиль, тоже починила себе еврейский народ, запретила делать битмила, преследовала за веру. У них это был главный принцип борьбы против еврейской веры. Вот они как бы противопоставили, а что там было, как вы знаете, носителям греческой веры, греческой цивилизации. Сейчас это был Аристотель, вера Аристотеля. Поэтому они сказали, что все мы должны принять эту веру, греческую философию, греческую теологию. А кто-то будет исповедовать еврейскую веру и жить по еврейским законам, будут его убивать. Так что очень подошло. И мы знаем, что результат был чудесный. Победили вот эта кучка евреев, когда мы потом будем говорить сейчас в Хануку, подчеркивая вставку. Здесь специальная вставка, ведь молитва по поводу Хануки. И там говорят, что это чудо, когда самая небольшая группа праведников победила огромную армию злодеев. Это большое чудо, как мы знаем, этот символ маленького горшочка с маслом, которого не осквернили. И которое чудесным образом его хватило, может быть, на один день или на несколько дней зажигания минолы в Бет-Микдаше. Он горел 8 дней. Так что я понял, что это прямо сигнал с неба, что все будет хорошо. Хотя все было плохо, но все будет хорошо. И вот первое чудо, которое произошло, это допроса главного обменяемого. Ну, нашим руководителем был Марк Юлевич Вдымшиц, царство ему небесное. Он был майором авиации до этого, заместителем командира эскадрильи. И он как бы сам эту идею выдвинул и организовал нас. Поэтому его первого вызывает на допрос. А дело в том, что несмотря на героизм это, сразу после ареста в аэропорте, он сразу стал давать показания. Когда человек дает показания, это свидетельство, что он сломался, что он будет сотрудничать. А власти им устроили нам эту провокацию. То есть они намеренно хотели допустить нас. Они знали о наших планах, что мы хотим убежать из Советского Союза. И поэтому они стоят очень хорошо. Мы их поймаем с поличными прямо в аэропорту. Скажем, что их ожидает высшая мера наказания, расстрел за измену Родины. Они сломаются. И что мы от них хотим? Чтобы они обратились к советским евреям и сказали бы, смотрите, забудьте думать вообще о еврейском народе в Израиле, ассимилируйтесь, ничего вам не поможет. Вот смотрите, что с нами сейчас происходит, такое несчастье. Как говорится, на нашем примере проучить всех евреев своего рода сделать такой процесс, как было во время Сталина, кровь на белых халатах. Показательный процесс. Евреи каются и говорят, да, мы соблуждались, полагались неправильно. И кроме того, потом обратиться к евреям во всем мире и сказать им, не вмешивайте в наши дела. Вот как будто бы вы оказали на нас влияние, мы пошли на это преступление, и за вас теперь мы все страдаем. Вот и поэтому еще таким образом очень простая операция. Заманить нас в ловушку, арестовать, раздавить. И тем самым отложить на долгие годы возрождение еврейского народа в Советском Союзе. Потому что они отдавали себе отчет, что после создания государства Израиля в 1948 году, и особенно после победы войны в 1969 году, националистические настроения возросли у евреев. Они хотели с этим бороться, они сказали, вот эти дураки, то есть мы прямо играем на руку, сейчас мы их поймаем, и они будут колоться. И первым действительно, кто это раскололся, это был сам Дымшиц. Вот они сказали, очень здорово, поэтому сейчас его вызовут, говорят, вот вы Дымшиц, вы были майором Советской Армии, членом КПСС, заместителем командира эскадрильи. Потом мы получили высшее образование у нас, учились в институте, стали инженером, все получили от своей Родины. Как же, вот смотрите, все вам Родина дала, и вы ей изменили. Ну действительно, как бы это вообще какой-то нехороший человек. И он, согласно их пониманию, так как у него себя на допросах, должен сказать то, что они ожидали. Вот он встал, все ждут, что он скажет. Он сказал, я обвиняю Советский Союз в антисемитизме. Вы намеренно хотите искоренить еврейский народ, привести на состояние ассимиляции, чтобы еврейский народ исчез. И он говорил очень много. Он говорит, антисемитизм на работе, в учебных заведениях, процентная норма, и даже на улице. Если тебя видят, что ты еврей, начинают оскорблять, могут избить. И он говорит, даже то, что вы поддерживаете арабов в борьбе против Израиля, это тот же самый антисемитизм. Хотя вы объясняете это всякого рода политическими ситуациями, это неправда. У евреев, наконец, есть своя родина, свое государство. И вы, как антисемиты, ненавидите это и хотите уничтожить еврейское государство. Поэтому, он говорит, я встал на борьбу против вас. То есть, я даже подумаю так, что, возможно, он понимал, что, как главное действующее лицо, они могли бы его сразу убить. Поэтому, он так им построился, как будто бы он все сдался. И все, чтобы дать себе возможность эту трибуну выступить на суде. Потому что, правда, суд был закрытый. Но были родственники. И есть такое еще у нас выражение. Великий мудрецкий элит Шума Меллах говорит такую важную фразу. Он говорит, все становится известным. Нет такого, чтобы не стало известно. Даже если думать, что сейчас неизвестно, так придет время, что будет известно. Ну, сядь, негодяй, сволочь, подлец, изменник, и все. Но в тот момент, когда он так поступил, то и все остальные ребята, как бы, тоже ноги сломались. Вы знаете, сидишь полгода на допросах. Говорят, что тебя ждет смертная казнь. Ты думаешь, ну, надо спасать жизнь, правильно? Что мне поможет, если я буду сейчас упираться? И вот, как бы, ну, не все, но в большой степени. Так им создали впечатление, что все, они достигли своей цели, они торжествовали. Сейчас устроят они этот показательный процесс, этот фестиваль. И, наверное, ребята пришли с таким настроением. Но тот момент, когда Дымшиц, как бы наиболее авторитетное лицо, повел себя таким образом, они тоже пошли и тоже заняли такую очень четкую позицию. И я смотрел на них, я думаю, прямо как на Хануке. Зажигают пасхальные свечи. Вот эти люди, когда они говорят, у нас есть такая общая фраза, они мамин, я верю, да? Ну, это, как бы, какая-то декларация веры, надежности. И они зажигают, каждый из себя зажигает эту ханукальную свечку, потому что понятно, что если бы они вели себя покладисто, они получили бы небольшой срок. А сейчас они получат по полной катушке, как говорят. Это настоящее самопожертвование. Это было это ханукальное чудо. Поэтому, когда действительно объявили смертный приговор Марку Ильичу Дымшицу и еще одному нашему подельнику Эдуарду Кузнецову, он русский по маме, но он сидел второй раз и считался особо опасным рецидивистом. По закону, если человек на политическом преступлении ловится дважды, это особо опасный рецидивист. Тоже приговорили к высшей мере. Мне дали 15 лет за измену Родины, 15 лет за ущерб государственной безопасности и 5 лет за антисоветскую агитацию и пропаганду. Остальные получили меньше. То есть было ясно, что это как бы, хотя никто не сказал то, что они ожидали, но сам факт наказания это разгром. Это достаточно, чтобы опубликовать это, что вот были такие, которые думали что-то, что они способны победить Советский Союз, и сейчас они вот приговорены к таким тяжелым наказаниям. Ну, как бы, ну что делать? Я, конечно, вообще меня как бы это, особенно то, что говорят про жизненное заключение, это жизнь, правильно? Смертный переговор – это смерть. Это было тяжело и неприятно, что ребят расстреляют. Вот через неделю, вот я сказал, это была вторая свечка, восьмая свечка, как вы знаете, это как бы самое главное – шмини, йома шмини, шелханука, восьмой день, потому у нас семя свечей. Вообще-то, как бы, вы понимаете, что праздник хануки – это связано с тем, что поставили, начали службу в Бейтамикдаше. Так это, в стекулярных традициях это особенно не отмечается, говорят только о каком-то чуде, победе над греками. А зачем нужна была победа над греками, чтобы восстановить службу Бейтамикдаше. И вот, поскольку Бейтамикдаше – одна из видов службы – это зажигание свечей каждый день, миноры, то вот чудо было то, что всем не зажигали, и уже вроде бы масса должно было кончиться, хватило и на восьмой день. Поэтому называется Зотахануха. И вот на восьмой день, вечером, как бы с наступления этого, тьмого дня, ночью уже, вечером, после отбоя, заходят ко мне в камеру какой-то капитан КГБ, приносит такой вот кусочек бумажки и говорит, пиши обжалование, пиши кассацию. Я говорю, знаете, как бы для этого нужен адвокат, я не знаю, как бы касаться, надо говорить, вот я отца, по этому пункту не согласен, по тому пункту не согласен, а мне нет адвоката. Он говорит, пиши все, что хочешь. Он написал, что меня обвиняют в измене Родины, я своей Родине не изменял. Моя Родина – это Израиль. Что из того, что я родился в Латвии, в Советском Союзе. Каждый еврей, я в Родине его – Израиль. Я своей Родине не изменял, просто я говорю, я просил официального разрешения на выезд. И вы мне несколько раз отказывали без всякого объяснения. Поэтому не поставили другого выхода, как пойти на это, на это действие. Поэтому я считаю, что приговор несправедливый, его надо отменить. Он так прочел эту мою бумажку и говорит, что это за касация. Так касаться и не пишут. Я говорю, дайте мне адвоката. Я действительно. Он говорит, нет времени. Я потом узнал, что то же самое с моими подельниками. Всех собрали эти бумажки. Не знаю, они экономили на бумаге или не хотели, чтобы мы слишком много писали. И на самолете ночью привезли в Москву. Так мне рассказывает, рассказал мой, в кавычках, адвокат. Был хороший адвокат. Ария. Известный московский адвокат, профессор юриспреденции. И у него был допуск по политическим делам. КГБ давало только доступ к людям доверенным. Но он был, не знаю, из-за своего большого авторитета, потому что там те, кто прокуроры, судьи, перед ним вставали. Он был профессором, они учились по его учебникам. Но он был хорошим евреем. Вот мне рассказывают, я уже с ним говорил после падения советской власти. Он мне говорит, вдруг мне звонят утром, то же самое Азота Ханука. Приезжай в Верховный суд ОССР. Он говорит, почему я должен приезжать? Обжалование по делу самолетчиков, уголовного самолета. Он говорит, это нарушение уголовно-профессуального права по закону можно обжаловать через несколько месяцев, нельзя через неделю обжаловать. Только сейчас кончилось, еще недель не прошло, и уже обжаловать. Алия говорит, они мне говорят, ты что, не понимаешь, это указание из Кремля, это указание из Выше. То есть, понятно, что когда указывают из Кремля, никакие законы не действуют, все законы отменяются. Он приехал на это Верховное заседание Верховного суда, пересмотрели все приговоры, отменили смертную казнь, все остальные приговоры их смягчили. Но уже было поздно, потому что когда они приняли эти свои драконовские приговоры, они рассчитывали именно на этот эффект испуга, что все испугаются и присядут. Но это развернуло такой шквал протеста во всем мире, они просто никто не мог ожидать, никто, даже Израиль не мог ожидать, что сообщение об этом может встрепенуть весь еврейский мир. И так мне рассказывает один из руководителей этого движения Раба Авраама Абивайс, он живет в Америке, сейчас он как раз здесь не встречался на прошлом интере, он здесь в Израиле, у него все дети и внуки здесь в Израиле. Он говорит, мы хотели помогать еврейским, советским евреям, но мы не знали чем. Ну там посылали какие-то посылки и все мы понимали, что это не помощь. И в тот день, когда мы узнали, что вас арестовали по аэропорту, мы поняли, вот что надо делать. Надо бороться за то, чтобы всем евреям дали бы свободный выезд. И пошло-поехало. Как одна из этих реакций на то, что началось. Это была всего лишь неделя, а они еще по-настоящему советская власть еще не поняла, что на них упало, что на них свалилось. потому что, вы знаете, можно говорить о нарушении прав человека. Нарушение прав человека это серьезно. Ну, как бы вообще отсутствие свобод демократических, но это такие разговоры. А вот когда людей касается вопрос нации, тогда это выходит за рамки всякой логики. А если нарушение прав человека это нехорошо, можно поднять вопрос, а тут люди вышли из себя. Евреи, которые жили в Америке в то время, это были люди, которые еще только что спаслись от катастрофы, от Шоа. Это был 70-й год. Значит, люди, которые в 20 лет, прошло где-то 20-25 лет, были люди 40-50 лет, были гораздо более молодые все. И они поэтому сказали, как снова начинается погром евреев, мы этого не допустим. Это как бы был такой важный момент, который никто не ожидал. Причем это доходило до эксцессов, до того, что угрожали жизни советским дипломатам. Сказали, если вы не отмените все эти приговоры, мы вас будем убивать в Америке. Ну, я не оправдываю это, конечно, это как-то нарушение дипломатического статуса. То есть здесь столкнулось я говорю это вопрос людей, которые уже пострадали от ненависти к евреям. Катастрофу нельзя называть антисемитизмом. гораздо большее, когда просто уничтожают. Когда они услышали, что это снова начинается и происходит вот это. Знаете, в этом смысле, когда говорят о шоуа, о катастрофе, конечно, никто не может объяснить. Такова боли Ашема, мы это принимаем. Но если как думать логично, эта катастрофа помогла спасти советских евреев. Вот когда я отсидел уже 11 лет в лагерях и в тюрьмах, как раз под давлением вот этого общественного мнения, наконец, меня изгнали из Советского Союза. По постель второму приговору у меня было только 12 лет, и они освободили меня раньше 12 лет. Привезли тоже из-за Суральских город, где я там сидел в лагере, прямо в центральную тюрьму КГБ в Лефортово, и объявили, что решением Верховного Совета СССР меня лишает советского гражданства задействуя порочащие достоинства советского гражданина. Это смешно, конечно, что им потребовалось 11 лет, чтобы понять, что я не соответствую их критериям. А я знал уже, что к тому времени выехала из Советского Союза 200 тысяч человек. Посмотрите по гугле, видно, что сразу после нашего суда началась Алия. В 71 году впервые в истории Советского Союза дало разрешение, если не ошибаюсь, 12,5 тысяч человек. Если сравнить с предыдущими годами, 300, 500, 100, тут вдруг сразу подскочил это. На следующий год 30 тысяч, через год 35 тысяч, и пошло-поехало. То есть, что получается, Советский Союз получил большой урок, что они больше не супердержава. Никогда не были супердержавой. Почему? Потому что они вдруг решили, так они сделают, так они примут это решение, так они проведут, все превосходно получается, и вдруг они столкнулись с мощностью другой супердержавой. Что это за супердержава? Это еврейский народ. Еврейский народ, когда он объединяется, конечно, всем понимает, что это такая сила, которую невозможно преодолеть. Как сказал нелюбимый многими Александр Солженицын, он сказал, я думал, что советская власть нерушима, но когда я узнал, что евреи выступают против него, я понял, все кончено. Ничего уже не поможет, оно произошло. Так вот, когда меня привезли прямо из тюрьмы в аэропорт, звонять меня, у меня сопровождал какой-то полковник КГБ, и я как бы перед тем, как подняться на трап, меня отвезли отдельно, на отдельный самолет, я вам сказал, видите, полковник, вы арестовали нас 11 лет назад, чтобы не допустить, чтобы евреи стали уезжать, уже уехало 200 тысяч человек, теперь вы купили мне билет, сами купили мне билет, только бы избавиться от меня, и я говорю, вы должны признать, что вы совершили ошибку, но на самом деле они знали давно уже, что они совершили ошибку, он сказал, знаете, мы не представляли себе, что у вас есть такая сила воли, но я не знаю, что он там это самое можно, признался, он говорит, не знали, что у вас есть такая сила воли, но на самом деле ведь это не моя сила воли, а сила воли вот этого объединенного еврейского народа во всем мире, сила, огромная сила, я ему сказал, третий полковник, вы до тех пор отпустили 200 тысяч человек, есть гораздо больше евреев, вы должны сейчас начать отпускать всех, если вы это не сделаете, то Советский Союз развалится, знаете, как бы, я не был пророком, но действительно, как бы, через несколько лет он стал разваливаться, пока он не развалился до конца, и по признанию советологов, специалистов, была такая наука, специалисты по советскому власти, они говорят, что наиболее важным фактором развала Советского Союза, это была всемирная борьба за освобождение советских евреев, я вам приведу примерно, что это похоже, сам освободился, хотя бы, когда меня изгоняли, мне сказали, имейте ввиду, это не помиловка, у вас не помилование, если вы вернетесь в Советский Союз, понимаете, да, то вы будете сидеть срок до конца, ну, конечно, я не вернулся, вот, а когда я, значит, приехал в Израиль, сразу включился снова за борьбу за продолжение освобождения всех вас, всех ваших родственников, ну, это известная история с Анатолием Щаранским, которого тоже приговорили к 15 годам, по разным причинам это где-то, от его жена ездила, а Виталий ездила по всему миру, используя вот эту большую волну гнева, так, чтобы бороться за своего мужа, и вот она как-то, я уже был женат, учился в Бишеведе, еще от Мерказа, сперва в Махонмире, потом Мерказара, она просила меня сопровождать ее, потому что, как бы, обычно кто-то с ней ехал, вот там, на этот раз у нее не было кого-то, кто мог бы ей помочь во всех этих делах, я спросил за разрешение у жены, иначе мы поехали. Так, вот, приезжаем, она говорит, дело в том, что ожидается, это был 85-й год, 1885 год, большинство из вас еще не родилось, она говорит, ожидается совещание министром на странах дел Европы, и надо, чтобы на этом совещании подняли вопрос об освобождении советских евреев, о свободе боевых советских евреев. Поэтому надо посетить несколько столиц, в которых, в которых можно встретиться с министрами на странах дел, и мы поднимем этот вопрос перед ними. Первая задача, это Великобритания, ну, в Европе, Великобритания, великая держава. Пошли к министру на странах дел Израиля, тогда был Исхак Шамир, мы говорим, знаете, уважаемый господин Исхак Шамир, вот надо нам попасть на это самое, министру иностранных дел Великобритании. Он говорит, ребята, вы понимаете, о чем вы говорите? Если я хочу, я министр иностранных дел Израиля, хочу встретиться с министром иностранных дел Великобритании, я за месяц до этого договариваюсь, а вы сегодня приехали, через неделю я должен с ним договориться, это просто невозможно. Но он не может, не надо. Так, мы сразу позвонили в Великобританию, а там была организация под названием 35s, 35. Ну, там первая женщина, которая была арестована, еврейка, ей было 35 лет, и вот они там женщины, английские соорганизовали, создали эту организацию, она потом, естественно, занималась не только женщинами, а всеми заключенными. И мы говорим там, что вот нам надо устроить, устроить на встречу с английским министром иностранных дел. Нам говорят, сейчас мы проверим, можно ли это сделать. Через полчаса нам звонит, все устроено. То есть, министр иностранных дел израилья не может. Как? Очень просто. В этот момент, когда это организация национального масштаба, они высчитали, кто у них работает в форен-офис, министерстве иностранных дел. Есть какая-то активистка, которая работает там. Она перешла через, я не знаю, дорогу или как, зашла к своей подруге секретарше, министр иностранных дел в Великобритании. И так, нашла место для этого самое, все это устроено. Прилетели в Англию, но одна проблема, это перед субботой, да, встреча уже в Беррошабаде. А как бы Виталий, соблюдающий, я соблюдающий, мы не можем. Как это делать? Не волнуйтесь, ребята, мы вам устроим. Привезли нас с аэропорта прямо в гостиницу, находится напротив здания Министерства иностранных дел. То есть, там можно пройти без проблем. Ну, конечно, муксы, все надо выбрать из кармана, в субботу нельзя, но можно идти без проблем. Называется, гостиница называлась Конная стража царя, короля. То есть, я представляю, это была очень дорогая гостиница, да, но евреи собрались, и там сняли для нас эти камера. Вот мы там сидим еще в лобе, ожидаем ресепшн, чтобы нас записали. Смотрим, целая вереница молодых ребят в кипах, идут, несут какие-то вещи. Я говорю, что это такое? Он говорит, это вам на судат-шаббат, чтобы вы могли бусты в субботу. Плата субботняя, там челом, все, что надо, все принесли. Понимаете, какая сила? Ты как бы просто пальцем тыкаешь, сидя в Израиле, о, все в порядке, приезжая, все готово. Ну, действительно, там были с этим, говорили с этим министром на своих дел. Потом дальше, приезжаем в Швецию. В Швецию не удалось, и там послабее, конечно, это еврейская организация. Надо устроить демонстрацию, чтобы было в газетах шведских. Как устроить демонстрацию? Виталий говорит, у НАТО на на этих днях будет день рождения. Надо устроить показательный день рождения. Вот я говорю, надо собрать как бы тюремную клетку какой-то такой, чтобы это как бы можно было снять, что вот я сижу в этой клетке и, значит, придут журналисты, я вам раздаю это торт, по сути, вот. Поздравляю вас с днем рождения и все. Куда звонить? Бне Акима, вы знаете, молодежное движение в Бне Акима в Швеции. Дали мне телефон, я говорю, ребята, вот такое дело. Вы знаете, как у нас в израильской армии, это приказ, да, я вам приказываю, сделайте это на завтра утром. Вот, все будет сделано. Я так думаю, как они это все сделают? Потом еще кому-то позвонил, который тоже из этой организации, надо пригласить на пресс-конференцию всех местных журналистов. Хорошо, мы сделаем. 9 часов утра, на следующий день пришли мы на это место, какая-то площадь, вот никого нет. Скажем, пришли за 15 минут, до этого никого нет. Все провалилось, такой напряг, вот, и буквально за несколько минут до начала этого 9 часов приходят ребята из Найакива с какими-то шестами палками, и у них все это готово, собрали эти палки, действительно такая как бы тюремная клетка, вот. Потом, значит, проблема, говорят, нету бы та самая кошерного торта в Швеции, не изготавливают, глаз кошер, то есть выше, вот. Ну, можно достать кошерное, но не это, знаете, там есть проблема с мукой и все. А Виталь говорит, как, я не могу давать людям не кошерное, я говорю, ну, это же не ивреи, да, какая разница, что будет, всегда они и так пойдут и будут есть любой торт. Хорошо, принесли и торт, пришли журналисты, и вот буквально, ты не веришь, 5 минут ничего не было, и вдруг вокруг журналисты, она раздает этот торт, снимают на камеры, и все, приезжаем теперь в Голландию, чтобы встретиться с министром остальных дел Голландии, кто нас принимает, организация инженеров железнодорожных путей Голландии, борющихся с советским евреем, то есть вообще не евреи, просто работники железнодорожных путей, вот, и мы сидим у них там, пригласили в какую-то квартиру, там, салон, сидим там, смотрят телевидение, посмотрите телевидение, сейчас будет эта передача, открывается зона свободной торговли между Советским Союзом и Голландией, вот, появляется на экране телевидение советский посол, он такой радостный, пробили окно в Европу, вот, и, значит, представьте себе, что спрашивает журналист, первый вопрос, который он задает этому послу советскому, как у вас с выездом евреев из Советского Союза, я смотрю, у него, обс, лицо упало у этого посла, да, куда не пойдешь, бездевшим, это просто, как бы, иллюстрация была гораздо больше, да, а потом был такой, известный сенатор Джексон, вот, и он, в то время была политика сближения между Советским Союзом и США, а он был против этого, он говорит, они и так развалятся, не надо с ним сближаться, если мы будем сближаться, мы будем с ними торговать, мы продолжим их агонию, ничем не надо помогать, чтобы они сами развалились, вот, и он говорит, ну, как это сделать, у него был советник, еврея в Сенате, у большинства сенаторов советниками были евреи, молодые, опытные, ученые, адвокаты, и он ему говорит, Ричард Пайпс, он ему говорит, вы знаете, вот есть такая система, есть такая проблема, борьба за выезд советских евреев, в Советском Союзе нет свободы иммиграции, если вы этот, внесете такое законоположение в Сенат, сенаторы поддержат, а вас, главное, он говорит, вас поддерживают все евреи, Соединенные Штаты Америки, и он вынес такое предложение, поправка закона о свободной торговле, то есть есть условия свободной торговли между США и другими странами, свободная торговля, это значит очень маленький пошлинный навоз, все льготы, значит, и принес поправка, что Советскому Союзу будет представлено условие льготной торговли, если она принес решение, закон, что каждый год будет уезжать 50 тысяч евреев, все прекратили, понятно, там Советский Союз стал ерзать, они сказали так, советы сказали, вы знаете, мы не можем принять такой закон, мы не можем подчиняться диктату другой страны, Америки, вот это унижение, но мы вам обещаем, что если вы введете этот закон свободной торговли, то самое, мы будем выпускать 50 тысяч человек, мы обещаем, но мы сказали, нет, Советам верить нельзя, их обещания ничего не стоят, вот там была большая борьба, просто как иллюстрация того, а сейчас вернемся к самому началу, таким образом, что я хочу сказать, восьмой день Хануки, вот это начало праздника Кислео, это великая, великая праздник для всех евреев, выходцев из России и Советского Союза, тогда на заседании Верховного Суда СССР было признано, что с евреями нельзя бороться, что евреям надо дать возможность быть евреями, выпускать их, потом через некоторое время они действительно развалились, но тогда это был первый признак, и сразу поехали тысячи и тысячи людей, почему советская власть боялась, что будет свободная эмиграция, можно сказать, ну ладно, пусть уезжают, это какие-то люди, которые не хотят строить коммунизм, это враги, пусть они убираются, они будут портить воздух, они прекрасно понимали, что если человек уезжает, он будет посылать письма, открытки, звонить по телефону, и вдруг люди получают письма, и рассказывают о том, как они живут на Западе или в Израиле, знаете, мы же жили в полной изоляции, мы вообще не знали, как бы, что происходит во всем этом мире, и вдруг потекла информация, что люди, оказывается, могут жить по-другому, стандарты жизни другие, и наш рай коммунистический, это вообще, это страна третьего мира, знаете, это был полный разгром советской власти, мне рассказывал один человек, который в то время ехал, получил разрешение вот на этой волне поездов, он говорит, они, было тогда, еще не было дипломатических отношений с Израилем, между Советскими Союзами, поэтому была промежуточная станция Вена, приезжали в Вену, и уже из Вены летели в Израиль, так говорит, я вышел там со своей дочкой маленькой гулять по Вене, все-таки, это столица мировая, и мы смотрим супермаркет, подошли к супермаркету, смотрим, такие витрины, такие полки, все ломится, я, говорит, я пошел посмотреть, что это, я смотрю, дочка не заходит, и говорю, почему ты не заходишь? Говорит, папа, я боюсь, это самое дьявольское проделание, такого не может быть, что все есть, и в таком обилии, и такое разнообразие, вот эта реакция людей, что они, понятно, что это таким образом, вот эта информация, которая потекла, пишут письма, приезжают в гости, посылают посылки, я помню, когда мы получили первую посылку из-за рубежа в Риге, просто мы не верили, что есть такие вещи, представьте себе, нейлоновая шубка, выглядит как настоящая пушистая шубка, такая, мы ее продали за три зарплаты инженера на черном рынке, туфли мы смотрим, туфли женские, задник не прошит прямо, а есть такая загогулина, почему, потому что, когда одеваешь, она рвется, если прямо и шум, она рвется, все продумано, да, там все сделано так, чтобы там, это любой нормальный человек, понятно, если он занимается бизнесом, он старается сделать продукцию получше, для того, чтобы в конкуренции он бы преуспел, но мы это ничего не знали, как мне папа рассказывал такой анекдот, первое, после войны, был Советский Союз установил взаимоотношения с Индией, там была Индира Ганди, поддерживали борьбу индийского народа в освобождение, и вот, значит, рассказывал анекдот, значит, там был еще Сталин или еще кто-то, говорят, ну надо поразить Индиру Ганди обилием того, что у нас все обилием, вот, что будем делать, будем продавать обувь в большом количестве, вот, все, что есть у нас, надо, ну, значит, продает обувь, люди действительно стоят в очередях, Индира Ганди ездит по Москве, смотрит, люди везде стоят в очередях, это самое, она спрашивает у советского шофера, говорит, а что, почему, говорит, обувь выкинули, знаете, вот такое выражение, выкинули, в смысле представили на общую продажу, обувь выкинули, она подошла, посмотрела на обувь и говорит, у нас такое тоже выкидывают, по сравнению, а теперь немножко о всей этой операции свадьбы, вот первое чудо, которое произошло, тоже все, все, как бы, эпизоды, которые связаны с этой историей, они, безусловно, свидетельствуют в Божьем провидении, то, что мы говорим Альгаха и Ильюна, что Акадош Буруху решил и сделал такие вещи, которые нормально не могут произойти, я вам говорил, он герой, героя еврейского народа Марки Юрьевича Дымшица, которого все забыли, конечно, как он стал вообще коммунист, член партии, вдруг он попал в еврейскую организацию, очень просто, он когда, он мне рассказывал, потом мы сидели вместе в одном лагере, он говорит, когда началась шестидневная война, то была такая газета «Красная звезда», орган советской армии, сейчас, по-моему, тоже есть, да, и там, я помню, была действительно статья, каким оружием бряцает Израиль, и там приводили, значит, сколько в Израиле есть танков, сколько у него там самолетов, сколько солдат, и другая параллельная колонка, сколько есть у арабских стран, там во много раз больше, да, у Израиля, скажем, 200 танков, у арабов там тысячи танков, солдат, вообще миллионы, вот, я говорю, когда я прочел, у меня почернело в глазах, я сказал, я не могу допустить, чтобы еврейское государство было уничтожено, то есть, до этого, как коммунист, советский там, летчик, ему было, какой-то себе, есть Израиль, есть Израиль, когда он вдруг понял, что есть опасность уничтожения, вот его проснулось, и как бы, над его коммунистическим сознанием, интересно очень, да, пробудилось еврейское сознание, он, кстати, из Харькова, здесь кто-то из Харькова, да, нет, были раньше из Харькова, ну, не он, из Харькова, и он решил, я должен сделать, я должен прорваться в Израиль, я военный летчик, ну, почему-то тогда считали, что советские военные летчики, они самые лучшие, вот, я должен прилететь в Израиль, иначе я буду учить израильских военных летчиков, как, значит, воевать с ними, вот, его уволили из армии, как было написано в характеристики, причина увольнения из армии, ищет правду, писать себе, человек сидит в Советском Союзе, ищет правду, да, хотя правду надо искать, правда, она вот, коммунизм, великая идея, и все, а если ты ищешь правду, значит, ты уже враг, это считалось как психическое заболевание, заболевание, да, ищет правду, да, как минимум негативная характеристика, вот, и вы знали из армии, он уже был женат, поехал в Ленинград, и там он учился в институте, и параллельно он искал какие-то еврейские корни, коль скоро уже он пробудился к этому еврейскому делу, значит, пошел в библиотеку, а в Ленинграде есть такая большая публичная библиотека Салтыкова-Щедрина, и вот он пошел туда, в эту библиотеку, еще какие-то еврейские книги, нашел, было издательство такое в Берлине, Брогголс и Ефрон, да, и они издали вообще потрясающую до сих пор, по-моему, это самая лучшая энциклопедия, переиздается даже, в 12-м или 13-м году издали, большая еврейская энциклопедия, многотомная, можно до сих пор это самое, есть переиздание, дорого стоит, вот, и нашел учебник иврита, Брогголса и Ефрона, и вот он сидит, и, значит, он переписывает эти буковки, а он на самом деле был штурманом, то есть не летчиком боевым, а штурманом, а штурманом они в то время рисовали карты, вот, поэтому он пересовывает более или менее еврейские буквы, я говорю, еврейские буквы, это как иероглифы, правильно, я вам показывал вот это самое, алэф, это на самом деле бык, и алэф на еврейте это бык, да, бет, это байет, далет, это делет, правильно, вот, так он это пересовывает, и какой-то там мужик сидит рядом с ним, это публичная библиотека, задним столом сидят несколько человек, смотрят, что он там делает, я уже не знаю, и он так, как бы, фыркает носом, подсмеивается, а Марк Юрьевич Дымшин, надо сказать, он всегда был советским офицером, то есть, кто-то над ним издевается, смеется, он это не пропустит мимо, он говорит, ты что надо мной смеешься, говорит, вы русские забрали у нас нашу национальную культуру, пытаетесь нас ассимилировать, и я наконец нашел какой-то вот учебник еврита, который издали еще до советской власти, и ты еще надо мной смеешься, говорит этому человек, тише, не кричи, я буду кричать, да, я никого не боюсь, почему сам, почему-то, он говорит, потому что я тоже еврей, а если ты еврей, что же ты смеешься, он говорит, я смотрю, что ты хочешь учить еврит, а я преподаватель еврита, в подпольном ульпане, то есть, в то время были подпольные уже ульпаны, начали учить, я говорю, вот такая встреча, это просто как бы, только на небесах может произойти, чтобы советский офицер, который начинает интересоваться еврейским делом, встретиться, а что тогда такое было ульпан, это как бы ячейка подпольной организации, в Ленинграде был так называемый комитет ульпанов, то есть было, скажем, 5-6 ульпанов таких, и все руководители ульпанов, преподаватели еврита, они составляли как бы центральную руководство всего этого движения, сразу попал в точку, и вот он пришел в ульпан, стал учить еврита, ну, надо сказать, у него больших способностей к изучению языка не было, так он через некоторое время говорит, ребята, вы чем вы учите еврит в России, еврит надо учить в Израиле, говорят, вот какой умный нашелся, они дают выезда, никто не, самое, они дают выехать в Израиль, знаете, вот это разница, вы слышали о восстании в лагере Сабибор, да, вот, кто командовал восстанием, советский офицер, Печарский, да, причем евреи, естественно, вот, и, значит, когда привели группу военных, военных, военнопленных, советских военнопленных в этот лагерь Сабибор, там уже было какое-то подпольное движение, это был лагерь массового уничтожения, газовые камеры, убийства, я не знаю, что, вот, но они не военные, они не умеют это самое, как только приехали советские офицеры, сразу подошли, сказали, вот есть, мы думаем, так можно сделать, но мы не умеем это все организовать, все, ну, военный человек, он всегда, как бы лучше умеет, сразу, на очень короткое время построили этот план, и, по сути дела, это был единственный успешный побег из лагеря смерти, посмотрите, Сабибор, Печарский, вот, 300 человек убежало, ну, потом, конечно, они косились вышек из пулемета, но все равно, все люди были обречены на смерть, а так, 300 человек ушли партизанами, Печарского после войны, посадили в лагерь, за то, что он был в плену, вот, и только Путин наградил его, есть такое звание Герой России, что такое, по смертному назначению, ну, неважно, вот, я просто пример того, что военный человек, это не, это военный человек, это не гражданский, так и дымшицы, ему говорят, нельзя, ну, что думает обычный гражданский человек, ну, нельзя, нельзя, что можно делать, а военный думает, а нельзя, значит, надо придумать, как можно делать, вот, значит, он там встретился, с одним преподавателем, еврита, Иллилем Бутманом, ну, они оба уже не в нашем мире, скончались близко к 90 годам, здесь, в Израиле, тогда были люди 40-летнего, примерно, и все, он был капитан, лейтенантом милиции, Бутман, так что, тоже военный человек, вот, они, так, примерно, у них появилось мнение, что надо попытаться угнать, советский самолет, и это наделает чуму во всем мире, вот, впервые они пошли по линии, хотели угнать Ту-104, тогда это был большой советский самолет, там было примерно 60 человек на борту, они говорят, надо набрать много участников, так, вроде бы, ученики в Ульпане, в этих шести Ульпанах, их родственники, примерно, доходили до этого, до этого размера, значит, начали переговоры с ними, что, вот, мол, не хотите ли вы попытаться убежать, из Советского Союза, ну, понятно, что это было не очень осторожное действие, потому что, поскольку, все это движение было культурно-образовательным, если любой человек, который узнает, что есть Ульпан, и придет, скажет, я хочу учить иврит, ты же у него не будешь проверять, он сотрудник КГБ или нет, брали всех, понятно, что уже до этого, все это самоорганизация была под прицелом у КГБ, ну, короче говоря, они стали этих людей вербовать, а потом узнала, они делали это так, явочным порядком, не спросил, там было руководство, Нейнградский комитет, так, когда они узнали, они сказали, ребята, вы что, с ума сошли? Вы, вас точно уже всех посадят, вы уже сейчас уже, как бы, за вами следят, да, хорошо вас спасает, это ваше дело, но разрушат все движение, ведь нас в чем обвинят, мы преподаем иврит, а ваши участники вашего угона будут ученики, наши ученики, и скажут, что это за ульпаны такие, на самом деле, это центры подготовки терроризма, то есть, представьте себе, ужас, да, говорят, что у евреев учат иврит, подпольная, с этим трудно бороться, мешали, да, и все, ну, как бы это, учат иностранный язык, а сейчас, оказывается, это группы под подготовки террористов, целые, как бы, другие действия готовятся, и все, разгромят страшно, страшные наказания, и посмотрите, они говорят, что получится, вас это, вас посадят, и нас посадят, и мы разрушим все это движение, ни в коем случае это не делайте, ну, Дымшиц и Бутман, они были сорви голова, они сказали, нет, мы это продолжаем, и потом это до меня дошло, я был в Риге, меня тоже привлекли к этому делу, и я, как бы, должен был взвесить эти два варианта, я говорю, верно, с одной стороны, конечно, посадят, и разгромят, но ведь другого выхода нет, и я говорю, ребята, ну сколько вы в своих ульпанах можете обучить людей, 100, 200, по всему союзу, 1000, там было в Советском Союзе 2,5 миллиона евреев, а степень ассимиляции достигала 70%, вот многие из вас, ваши бабушки и дедушки, они в безвыходном положении, не было вокруг евреев, не было синагог, не было встречаться, они же не все, кто с кем они учились в институте, так нашли, ассимиляция съедается 70%, скоро никому не останется, поэтому, какие там изучения еврита, надо прорваться, надо открыть брешь, чтобы люди могли бы уйти отсюда, ну, когда они поняли, что мы не подчиняемся их приказу, они говорят, а мы обратимся сейчас к израильскому правительству, если они одобрят, вот, ваш, а мы тоже присоединимся, и тогда в то время уже приезжали под видом иностранных туристов, представители израильского министерства иностранных дел, чтобы уставить контакт с еврейскими подпольщиками, вот, приехал такой мужчина, ну, то есть, это иностранные граждане, у них есть, все, или американские, какие другие паспорта, приехал еврей из Норвегии, они сказали, вот, значит, передайте там, Голдемер тогда была, что вот, мы хотим провести такую акцию, одобряет ли это, вот, значит, он приехал, сообщил, действительно позвонили из Израиля, кому-то какой-то знакомый, родственник, что говорит, врач это самое, проверил этот рецепт, это, говорит, страшное лекарство, ни в коем случае не употребляйте, это гибельное, вы погибнете, и они нам говорят, вот, видите, правительство Израиля против вашей акции, а я сказал так, мы, конечно, уважаем правительство Израиля и государство Израиля, но мы здесь, а они там, они не могут за нас решить, мы считаем, что это единственный выход, поэтому, произошел раскол, и в тот момент, когда уже произошел раскол, осталась только наша группа в Риге, Дымшин приехал в Ригу, встречался с нами, мы сказали, слушай, на 65, 60 человек в самолете мы не будем рассчитывать, а все был расчет, именно такой большой самолет, по нашим, по современным масштабам, это небольшое, но все-таки, представьте, приземляется где-то в Швеции самолет, из него начинают выходить евреи обычные, целыми семьями, да, понятно, что это не терроризм, а это какое-то национальное движение, вот в чем было замысел, чтобы как можно больше людей, но и не получится, у нас, мы набрали, вот этих 15 человек, это то, что у нас есть, мы не хотим больше распылять силы, и, значит, он по, самое хорошо, через некоторое время, он нам звонит, из Питера, и говорит, есть очень подходящий рейс, он говорит, как будто бы специально придумали для нас, это на самом деле, придумали для нас, да, придумали действительно для нас, этот рейс, как я уже сказал, как бы придумал для нас, в чем был хороший этот рейс, самолет вылетал из-под Ленинграда, был такой аэропорт Смольный, но не менее, я не знаю, как связано со Смольным, известная история Смольного, что там было какое-то самое, какое-то центральное управление Совета, другой Смольный, не местный аэродром Смольный, самолет летит в сторону финской границы, и садится в городе Приозерушка, который находится на расстоянии 50 километров от границы, но не главное, это самое, все равно, пешком-то границы не пройдешь, она охраняется бесполезно, но что, он дымчески слетал на этом маршруте, он говорит, самолет садится на взлетно-посадочную площадку, неохраняемую, потому что это как бы предназначено для туристов, туристы выходят, такой, какой-то такой, очень такой, неказистый полет, нет охраны, вот поэтому он говорит, в тот момент, когда самолет приземлится, и летчик пойдет раскрывать нам вы, самая дверь, мы просто, все, весь, все, как бы, пассажиры будут членами нашей организации, мы, как бы, красиво их попросим, что вот, мол, не могли бы вы подождать, там, на суше нам надо слетать, здесь в Израиле, вы, как бы, не волнуйтесь, и решили, конечно, естественно, что никакой крови, не пролитие крови, потому что понятно, что это будет позор для еврейского народа, но, как бы, с одной стороны, это совершенно оправдано, потому что у этих летчиков, они были на столбе советской армии, у них было оружие, и они подписали обещание, что если кто-то попытается бежать, они его убьют, да, таким образом, они хотели убить нас, мы вполне могли убить их, но мы поняли, что это никому не объяснишь, а будет звучать очень некрасиво, поэтому решили, ну что там, 12 молодых ребят, там два уже не таких молодых летчика, запросто можно их одолеть, потом, это было интересно, пригласили одного из летчиков к нам на суд, ему говорят, ну вот что бы вы делали, как советский гражданин, когда бы вот эти бандиты на вас напали, но он должен был, конечно, сказать, ну как же мыть там их, а все, а он посмотрел, здоровые хлопцы, ну что я мог с ними сделать, понимаете, я думаю, его сразу уволили с работы за это, но это была единственная жертва, короче говоря, не надо было никакого пролития, кровопролития, билеты продавали сейчас свободно, ну вообще билеты, так и на внутренних рейсах, нет никакой проблемы, заранее купили билеты, прилетели, но это уже было в летом, суд был зимой, а это было летом, и я потом проверил, по еврейским датам, это было на праздник Швоот, Швоес, дарование Тары, тоже очень подходящая дата, прилетели мы туда, собрались, там было несколько ребят, которые сказали, что они чувствуют, что за ними была слежка, но они оторвались, они говорят, мы оторвались от этой слежки, знаете, как отрывается от слежки, взяли такси, поехали в одном направлении, перебежали несколько улиц, взяли такси в другом направлении, мы оторвались, ну и не знаю, КГБ тоже ведь, я самая, не лапти шьют, наверное не оторвались, такое уже ожидание, как бы ожидание такое не очень хорошее, собрались мы в перелеске у этого аэропорта Смольный, чтобы завтра утром отправиться на дело, и так, значит, Дымшиц приехал, он житель Петер, так он приехал к нам в лесок, мы так как туристы расположились, и он стал, значит, как бы инструктировать, что надо делать, разбил нас на группы, есть группа захвата, группа поддержки, и часть ребят, которые просто сидите, не мешайте, знаете, есть люди, потому что это все-таки, как бы действия должны быть точные, размеренные, и никаких не может быть огрехов, это ты делаешь это, это и это, повтори, да, я это делаю, но, в свой город, такой военный тренаж, но я, к сожалению, по комплекции не пошел в группу захвата, значит, я у меня в группу поддержки, скажу, я потом не буду говорить, что это было за поддержка, я думаю, как раз, не было легче захватить, чем делать то, что ожидалось от меня, но не важно, так все, мы сидим, обсуждаем все это, так это мирно, смеемся, в лесу развели костер какой-то, люди, там ребята молодые, дурачатся, все, ты со стороны, ты посмотришь, ну, обычные туристы, вдруг смотрим, подъезжают две машины черные, ну, это тогда была известная машина Волга, и Волга с номерами, которые только комитет государственной безопасности, у них было так, 0,05 и 0,06, вот два, две такие машины, вышли оттуда вы люди в штатском, и идут в наше направление, ну, думаю, сейчас, конечно, нас будут заарестовывать, потому что, иди, знай, возможно, там за спиной целый полк КГБ, известно, что Владимир Владимирович Путин, как раз в этот год, в 70-м году, стал служить в войсках КГБ в Ленинграде, надо будет у него при случае спросить, не участвовал ли он в этой операции, ну, что будет, сейчас будут нас арестовывать, нет, ничего подобного, пошли немножко, не дошли до нас, стали как-то смотреть, я не знаю, на вороны еще, сделаю вид, что там чего-то ищут, и уехали, как бы, а да, сердце отлегло, но с другой стороны, понятно, что это уже плохой признак, некоторые ребята говорят, это точно за нами следят, все, надо убегать, надо разбежаться, я сказал, и Дымшиц, Кузнецов, говорят, нам не поможет, если действительно за нами следят, нас все равно арестуют, но тогда нас арестуют, когда мы отступаем, разбежались, это позор, так если уже собираются нас арестовать, пусть арестуют нас на пути в Израиль, правильно, пойдем в аэропорт, а там будет что будет, или арестуют его прямо в аэропорту, или там у них есть какая-то засада в самолете, возможно, самолет поднимется, они его собьют, но тогда всем будет известно, что вот была группа евреев, которые были готовы умереть, для того, чтобы другие мы имели бы возможность свободного выезда, ну, там все, не все были готовы, потому что была часть людей, которые не ожидали, для них это была неожиданность, почему-то они думали, что это все пойдет так гладко, ну, сказал командир, сказал, Дымшин сказал, идем до конца, пошли до конца, на следующее утро встали, такое, я бы сказал, приподнятое настроение, просто как бы радость, что ты участвуешь в таком великом деле, потому что было очевидно, что это какое-то великое дело, это Кадош Буруху дает такую возможность спасти еврейский народ, да, невероятно, пришли в аэропорт, ну, там еще, как бы, сделали еще какую-то дополнительную проверку, обо всем этом читайте в моей книге, ну, вроде бы нету никакого наблюдения, нету хвостов, объявляют посадку, вышли на посадку, и вот так ребята идут на посадку, аэропорт местный, поэтому шли пешком, мы смотрим, там стоит самолет этот, где-то там на расстоянии где-нибудь, 50 метров, идут туда, и вот так я, мы выстрелились, мы договорились, в самом здании аэропорта, вести себя, как, не как группа, то есть каждый сам по себе, никто не знаком, знаете, когда это сыновья Якова поехали в Египет искать Йосефа, они тоже договорились, что каждый зашел с другой стороны, что мы никак не связаны между собой, но когда я смотрю, я иду последним в колонии этой, и смотрю на них, это было ясно, что это, я говорю, это настоящая армейская группа, я вообще мечтал, все, сразу, если удастся убежать, сразу начну служить в израильской армии, я говорю, вот это уже служба в армии, идем на военная операция, такая серьезная военная операция, горлость, такая радость, вот смотрю, ребята как-то оборачиваются, и что-то ищут в глазах, что они ищут, что они смотрят, я тоже повернулся, и вдруг я понял, летчик исчез, то есть мы видели, когда он пришел, пришел со своей женой, и двумя дочками, и вдруг его нету, понятно, что все подозрения снова, или его арестовали, и не знаю, может быть он сбежал, жена его уговорила, не знаю, что, короче говоря, не имеет смысла больше идти к этому самолету, потому что мы же не хотим совершить прогулку, да, все это надо делать, кто нас поведет, потому что была идея, то, что когда мы выберем этих летчиков на самый близок, то Лёй Эксон, он был знаком с этим типом самолет, он нас поведет, мы перелетим через Финляндию, а в Финляндии нельзя садиться, потому что в Финляндии был тогда договор с Советским Союзом о выдаче всех беглецов политических, тут такой навязанный слой, поэтому надо было лететь через Финляндию, через Ботнический залив, и посадка в Швеции, Дымшинс подсчитал, что бензина хватит ровно, только сесть был такой, прямо на берегу, такой небольшой городок Боден, и аэропорт, он достал там карты этого самого, все это было максимум, в любом случае, без него нам вообще, мы ничего не понимаем, самое, заставить летчика лететь, бесполезно, так, и вдруг я подумал, я думаю, а ведь на самом деле он пришел, я видел, что он сидел вне здания аэропорта, на какой-то лужайке, скорее всего, он не слышал объявления, там же, тогда, представьте себе, эти рупоры громкоговорители, знаете, как это говорят, самолет, номер посадки, буль-буль-буль, отходят и все, ну, наверное, они не услышали, я должен вернуться, и привезти его, значит, я побежал назад, вот, я не знаю, как бы, какое-то впечатление произвело, на ребят, летчика нет, и теперь, Менделевич убегает, вот, но я побежал, прибежал, смотрю точно, он сидит там со своей семьей, они самоедят какие-то там сэндвичи, по-моему, еще было у Марка Вильевича гитара, такая, какая-то очень такая, постаральная картина, я ему говорю, ты что, с ума сошел, мы уже, как бы, садимся на самолет, мы идем освобождать еврейский народ, ты ешь здесь свои бублики, он говорит, что такое, он говорит, сейчас началась посадка на самолет, начали раньше времени, самая, согласно, как бы, расписанию, посадка в 9 часов утра, а сейчас только в 8 часов утра, говорит, что-то здесь поменялось, мне не нравится, это плохо пахнет, я ему говорю, слушай, ты привык к Красной Армии, там всего по часам, это самое, это гражданка, поменяли, поменяли, он сомневался, не был очень, как бы, ну ладно, говорит, хорошо, я собираюсь в свою семью, беги назад ребятам, скажи, что я сам сейчас иду, побежал, я вообще, я был в небесах от радости, говорится, просто летел на крыльях, взлетел, взлетел я сообщить ребятам радостную весть, мы нашли летчика, все будет в порядке, и, как говорят, залетел, и подзалетел, тогда сразу на меня навалили все там, повалили на землю, связали руки, ну я так лежу еще на там, на бетоне этого аэродрома, и говорю, ну, то, что мы ожидали, арестовали, но не убили сразу, тоже хорошо, правильно, подняли меня, очки у меня упали, я так плохо видел, но я вижу, там ребята уже подошли к этому самолету, и все они уже стоят с наручниками, и вообще-то, у КГБ не хватило наручников, то повязали руки веревками, а это еще хуже, потому что наручники, если не крутишь руками, то они не давят, просто не дают свободного движения, а бельевая веревка, она сразу кровь отекает, у меня сразу тоже отекла кровь, у меня связали руки бельевыми веревками, все, я смотрю, это такую нерадостную картину, вдруг я слышу, стреляют, какие-то громкие такие выстрелы, я повернулся, стреляли в дымшице, вот он идет, тоже под конвоем, у него кровь вот так прямо льется по голове, но потом он сказал, что его просто хотели, ослепить, потому что знали, что у него есть револьвер, вот поэтому там, а здесь где-то ранили, есть много кровеносных сосудов, поэтому впечатление было страшное, бедная жена его, Алектина Ивановна, кричит диким голосом, две девочки вообще в отпаде, не понимают, папа сказал, что летим там с товарищем и собирать ягоды в лесу, и всего тебе ягодки и грибки, ну, не было времени много думать, сразу каждого из нас посадили в отдельную машину, и повезли в аэропорт, в здании аэропорта на допрос, значит, там смотрю, в аэропорту полковники и подполковники КГБ, у них они собрали целую группу следователей по особо важным делам, 50 человек, безработные были тогда, и, значит, ну, подписанной прокурором Ленинградской области, и он пишет так, что, он пишет так, по сообщению оперативного отдела комитета государственной безопасности, на территории аэропорта Смольный действует террористическая группа, которая поставила целью нанести ущерб государственной безопасности и бежать в империалистическое государство, то есть, Израиль они не упомянули, империалистическое государство, говорит, прокурор пишет там, я указываю арестовать, допросить и предупредить, что если подозрения оправданы, их ожидает высшая мера наказания, расстрел. Вот, когда я прочел это высшая мера наказания, расстрел, не был очень рад, хотя, на самом деле, был готов умереть, но я думал, убьют, знаете, в перестрелке, или собьют, самолет падает, все, это легкая смерть, да, а теперь, я думаю, я должен еще сидеть по следствию, допросы, потом будет суд, и если мне действительно приговорят к смертной казни, я должен сидеть и ждать, когда меня поведут на убийстве, на расстрел, знаете, для этого действительно надо быть героем, и я не герой, я обычный человек, как бы сказать, товарищи, товарищ полковник, я не могу быть героем, вы ошиблись, знаете, никто от меня не ждал такой реакции, не было выхода, надо было быть героем, я сказал, я ни в чем не признаюсь, ничего не подписываю, не даю показания, он говорит, видели мы таких героев, сейчас мы тебя повезем в тюрьму КГБ, там ты нам все расскажешь, и вот, значит, всех нас, с каждого в отдельности посадили в эти Волги, вот еду я с этой черной Волгой, там было вообще такие шторки на окнах, но была какая-то щель, я смотрю, вот, утренний Ленинград, Питер, красивый город, дворцы там, люди идут на работу, дети, смотрю, мама, мама же какая-то с коляской, жизнь, а моя жизнь кончилась, вот я так сижу и думаю, ну что теперь, что ты думаешь, пришло время, как бы подвести черту, сделал ошибку или нет, я подумал, говорю нет, я не жалею о том, что я сделал, это такое счастье, принести свободу своему народу, не зная, принесем ли мы свободу, но мы попытались, я горжусь тем, что у меня хватило силы это все выдержать, ну а потом мы привезли в тюрьму, а вы знаете, это уже тюремная жизнь, это зэки, значит, сразу самое, срезали пуговицы на штанах и на рубашке, отобрали поясной ремень, забрали шнурки, ты уже все униженный, там тебя допросы и осмотры и все, и закрыли в камеру, сидишь в этой камере один и никто тобой не интересуется, как какая-то самая все могила, почему были люди, как сказал, сам Дымшиц, начал давать показания сразу в аэропорту, вот, и поэтому им особенно чего не надо было знать, он все им сказал, все именные и все, я говорю просто, что не хочу идеализировать, все это было не очень просто и не очень приятно, но как мы знаем, в конечном счете началась алия, я говорю, через день после Хануки, Зота Ханука, собрался политбюро и принял решение, что они недооценивали силу национализма в Советском Союзе и по сообщению глава КГБ Андропов был такой, не менее 10% евреев в Советском Союзе по-прежнему отравлены национализмом и поэтому назначили как бы пятилетний план, две пятилетки освободиться от этих 10% так, чтобы как бы чтобы они убрались и больше не отравляли сознание хороших советских людей. Но мы уже знаем это по принципу борьбы с кронвирусом, правильно? Тут самое, если пошла зараза, она всех отравляет. Освободили они действительно 10%, я говорю, через 10 лет примерно вот 200 тысяч человек уехало, но потом эти 200 тысяч отравили еще 200 тысяч, 200 тысяч отравили 10 и пошло-поехало, да. И пришлось себя выпустить в снях. Так что празднуйте праздник Рошходышки Слэв, это большой праздник для евреев России, начало и победа на самом деле над этим злым врагом, который хотел нас уничтожить, точно так, как это произошло во времена греков и маковеев и прочее-прочее. Спасибо за внимание. Хак Самея, Рошходыш Тол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова